Слава Украине, приветствуем от Полонского. Долг платежом красен или карма в действии? Смотрите, все мы помним героическую оборону Азовстали, нашими героями. Рашисты их там превосходили в десятки раз. Ну за технику даже не буду говорить, у наших ее почти не было, а вот у расистов было хоть отбавляй. И они сколько там не могли два месяца или сколько не могли ничего сделать? Больше, по-моему, три месяца. Ничего не могли сделать с Азовсталью. Брали Мариуполь, так сказать, гады, убийцы. И сильно радовались потом. А какая победа была, они сами не знают, потому что соотношение сил было 1 к 20. Это при том, что у нас техники не было. Еще и бомбили сверху. То есть вся, знаете, вся русская вот эта удаль была, да, это когда 20 на 1, а у него еще одна рука за спиной связана. О, тут, о, тут они герои. Да, показали себя, убили детей в драмтеатре и так далее. То есть оборону Азовстали. Я к чему веду сейчас? Это видео не у Азовстали. Дело в том, что сейчас у них в Овчанске, они отступают все-таки больше, чем наступают. И они были, заняли местный агрегатный завод. Вот. И, собственно говоря, очень-очень были довольны этим обстоятельством. Да только потом пришлось отступить. И вот те войска, которые остались на заводе, они оказались в огневом мешке, в огневой ловушке. То есть я не хочу сказать, что там вокруг наши войска, вокруг агрегатного. Нет, не совсем так. Дело в другом. Они наши там, получается, держат под обстрелом, причем в упор буквально, абсолютно все пространство вокруг агрегатного завода, занимая позиции с одной из сторон. Да? И расисты не могут не оттуда выйти, теперь они попали в мешок. Как они любят говорить сами. Помните? Котел мы делаем. Котел, говорит, делаем. Ну, вот вам котел. Вот. И они не могут не забрать раненых, не забрать убитых. Не могут подвезти туда воду, продовольствие, боеприпасы. Вообще ничего не могут. Пытались туда пройти несколько раз. Пытались группы туда посылать. Все эти группы оставались вот там. Да. Вот. И сейчас вот эта группировка, которая сидит на агрегатном заводе, в очень такой, знаете, нехорошей ситуации оказалась. Я вот смотрю, думаю, ну, кармаш за Азовсталь возвращается. И наши их сейчас там долбашат. Дай бог здоровья нашим. Вот. И знаете, если наши, например, в Мариуполе воевали за правое дело, мы отстаивали свою родину против врага, более многочисленного, против захватчиков, против фашистов, то тут, на заводе в Овчанске, в Харьковской области, сами фашисты и сидят в окружении, в котле, как они любят говорить. Вот. Так что кармочка, как говорится, прилетела прямо взад.